приветствую всех на канале это видео про компанию alter x не так давно она опубликовал свой отчет он был разочаровывающий акции падают на 13 процентов в этом видео попробуем разобраться что же ждет в будущем эту компанию где стоит подбирать эти акции или стоит уже в принципе пристрелить собаку и забыть при нем и так у вас сейчас на экране гуру фокуса и фундаментальный анализ по компании alter x финансовая компания чуть ниже среднего она сейчас убыточная не так давно ничего генерировала прибыль сейчас она находится в убытках алгоритм оценки гуру фокус предполагает что она сейчас определенно недооценена и вы видите что мы находимся в нижней части вот этого канала оценки собственно говоря так ли это попробуем разобраться pns у компании примерно в районе 9 сейчас еще новый отчет не загружен если переключиться на квартальные показатели мы видим что рост выручки по большому счету у компании начинает стагнировать как минимум и появилась появились убытки такое сильное падение было связано с тем что компания гласила гайденс который абсолютно не устроил аналитиков был гораздо ниже прогнозов компания читалась 120 миллионах долларов выручки что на 25 процентов больше чем годом ранее годовая регулярная выручка составила 548 миллионов долларов что на 27 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в принципе вроде как бы все ничего но вот этот рост который ранее был более таким четким если переключиться на года мы видели что компания развивается мощная сейчас он как будто бы приостанавливается в компании есть перестановки в руководящих постах там немного меняется концепция бизнеса они подписывают новые соглашения с новыми партнерами но тем не менее сейчас это та акция которую активных эти в твиттере я сегодня почитал что там пишут примерно процентов 80 90 из тех постов которые я читал они высказывались про компанию альтер x негативно давайте посмотрим что делает гуру и что делают инсайдеры вот последнее время у нас было две покупки от гуру и в принципе инсайдер понемногу продает свои акции до этого предыдущем квартале 5 покупок 5 продаж в принципе вроде бы гуру считают что текущие цены вполне себе уже подходит для того чтобы компанию покупать учитывая то что она убыточная это что сейчас пока что не так благосклонны к ней аналитики сегодня довольно много было понижение таргетов несмотря на то что таргеты понизили если например включить какие они там сейчас есть то мы увидим что общий таргет рекомендация покупать и низкий самый таргет 83 доллара на самая высокая оценка 166 ну вот в принципе с одной стороны хорошие таргеты и с другой стороны они были понижены все-таки сегодня большинством компаний переходим графику я сегодня примерно час так посидел над альтер x я знаю что принципе компания многих интересует на мой взгляд вот весь вот этот сегмент это у нас была первая волна первая вторая третья четвертая пятая соответственно здесь я насчитал как минимум два незакрытых гэпа один в районе 22 долларов во второй в районе 30 долларов ну соответственно здесь можно предположить что вот это все третье закончилось здесь это четверка но на самом деле это не так важно на мой взгляд я проверил еще несколько расширений построил мне все таки кажется что именно здесь была тройка это четверка виде зигзага и вот эта пятая волна виде конечной диагонали 1 2 3 4 и конечный диагональ в 5 соответственно если посмотреть на то что мы видим сейчас здесь довольно много гэпов и так довольно сложно конечно предположить что же здесь происходит но на мой взгляд наиболее вероятно то что мы сейчас находимся в форме клина падение идет соответственно у нас здесь была первая волна 5 вон вниз коррекция abc соответственно вот эта третья волна которая закончилась здесь я считаю следующим образом первое второе дальше мы чертим третью в тройке 1 2 3 4 3 закончилась соответственно далее у нас была 4 волна коррекция bc и пятерка здесь скорее всего также была наверно конечная диагональ соответственно здесь у нас закончилась тройка и вот это вот волна у нас получается четвертое сейчас мы делаем пятую волну вниз на мой взгляд пока что мы сделали только первую вторую делаем третью возможно здесь как раз тройка закончилась возможно она еще пойдет пониже собственно говоря после чего можно ожидать коррекцию abc наверх и еще один какой-то пятиволновый импульс вниз другой вариант который также и рассматриваю заключается в том что вот эта вся волна это у нас была волна а вот это вот волна скорее всего волна b и сейчас мы рисуем волну c либо второй вариант также который предполагаешь здесь было а вот это вот волна в виде зигзага волна b очень сложно здесь с разметки конечно что-то предполагать именно потому что довольно много гэпа давайте проверим два эти варианта на в том смысле что у нас была волна а который мы точно знаем и волна б закончилась либо здесь либо здесь посмотрим что у нас по расширением получается где могут быть сильные уровни для начала проверим уровень вот отсюда если здесь у нас окончилась волна b соответственно единицу мы прокололи и уровень внизу который предполагает окончание волны c находится как раз в районе первого незакрытого гэпа в районе 22 выглядит довольно стрёмно согласен давайте смотреть второй уровень так второй уровень у нас получается волна b закончилась 10 февраля 21 года и здесь у нас в принципе есть довольно сильный уровень в районе 58 долларов единица то есть принципе мы можем пока что еще на это надеяться но в этом случае тогда мне кажется что вот здесь я вижу скорее всего вот это все у нас будет первая волна вторая это будет 3 4 5 ну не знаю может быть здесь какая-то конечная диагональ рисуется например каким-то образом таким раз два три раз два три раз два три раз два три наверх и еще тройка вниз может быть такой вариант учитывая то что довольно гэпов как я уже ранее говорил пока что крайне сложно здесь что-то рассчитывать но в том смысле если мы сейчас чертим еще один импульс вниз и заканчиваем вот этот клин то я предполагаю что наиболее вероятный уровень на котором этот импульс закончится находится в районе 50-51 доллара давайте посмотрим как у меня все дело получилось для начала я построил сетку фибоначи что посмотреть где у нас есть сильные уровни по коррекции учитывая то что мы предполагаем что здесь у нас закончилась первая волна роста соответственно 78 процентов находится в районе 51 доллар как раз тот уровень который я и обозначил как наиболее вероятный по окончанию вот этой волны но здесь вопрос заключается вот в чем если здесь у нас закончится 5 волн соответственно мы ждем коррекция bc и у нас должна быть еще волна c который по идее не должна уходить этого уровня возможно где-то здесь мы закончим эту волну вот этот клин потом сделаем коррекцию и после чего уйдем как раз к этому уровню также давайте смотреть по расширению что у нас есть мы знаем что здесь у нас закончилась 2 в 1 у нас есть окончание третьей и у нас есть окончание 4 соответственно по расширению у нас есть довольно сильные уровня в районе 50 процентов там же как раз где и было 78 по коррекции первой волны это как раз уровень 51 следующий сильный уровень 59 60 примерно ну и 61 процент наверное так же будет сильным в районе 40 долларов еще один сильный уровень в районе 27 как раз здесь у нас находится в гэп в районе 30 долларов собственно сейчас ну что я предполагаю предлагаю посмотреть чем все дело закончится я alter x покупал мне кажется вот в течение этого роста часть я зафиксировал часть у меня довольно серьезно минусует я покупал в этом районе продавал часть где тут в этом росте ну то есть так плюс минус покупал продавал эти акции но вот эта часть которую я держу сверху она конечно показывает довольно серьезный минус хорошо что хотя бы часть я зафиксировал и в принципе это позволяет держать спокойно дальше эту часть которая осталась минусах а ну собственно будем смотреть чем закончится этот импульс если у нас здесь будет 5 волн соответственно будем ожидать три волны наверх поэтому я наверно все таки акции буду держать я не думаю что их прямо сейчас будут убивать в район 30 22 долларов хотя такое вероятно кстати говоря еще один момент который я забыл сказать что у нас вот здесь вот фигура которая образовалась напоминает бриллиант и и соответственно такая такая фигура предполагает что при пробитии бриллианта мы должны сходить как раз на величину самой длинной волны в этой фигуре и как раз опять же мы приходим к этому гэпу в районе 30 долларов поэтому такой вариант вариант исключать не стоит поэтому даже если у нас сейчас здесь закончится волна а получается будет коррекция bc то волна c вполне может сходить туда в район 30 после чего уже начнется рост ну а вот в принципе такой взгляд сейчас на эти акции напишите что вы будете делать и покупали ли вы их сегодня на просадке лично я думаю что в ближайшее время нас еще ждет определенное снижение ну хотя бы в район 60 долларов где есть первый довольно серьезный уровень кстати говоря также я обозначил уровень первой волны он находится в районе шестидесяти трех возможно если здесь у нас была первая вторая и каким-то чудесным образом считать что здесь закончился третий мы чертим четверку хотя я пока что не вижу как это здесь можно предположить ну в принципе можно предположить что вот это была четверка третьей волны и это пятерка третьего на может быть давайте проверим взять по расширению имеет такой смысл вообще быть в принципе 2 61 здесь закончилась как раз волна может быть и такое в этом смысле мы не должны уходить ниже первой волны если мы уйдем значит мы уже с точностью можем сказать что здесь у нас закончилось движение первую волну можно ставить сюда и дальше уже смотреть чем все дело закончится очень напоминает кстати говоря alter x компанию спланк не так давно я снимал по ней видео и она с тех пор начала расти также они падали массивно акции и в принципе тоже у спланка был бриллиант вот сейчас он потихонечку отскакивает посмотрим кстати как у меня там дела спланк я покупал об этом я писал я покупал по мграинсто 119-118 вот где-то здесь соответственно мне кажется что сейчас ну возможно мы уже сделали движение abc если мы будем продолжать падение может быть сейчас уже стоит фиксировать с другой стороны может быть это все только первая волна здесь заканчивается у нас и у нас еще предполагается движение вниз вверх то есть прошу прощения ну в общем давайте вернемся к спланку ой как кальтер иксу спланк оставим на потом ну никакого-то активного выкупа я сегодня не вижу несмотря на то что акции немножко поднялись с 67 до 68 довольно большой гэп образовался ну в общем мы будем смотреть первый сильный уровень в районе 60 второй наиболее вероятный на мой взгляд от которого будет отскок в районе 50 долларов ставьте лайки этому видео это помогает продвижение канала напишите в комментариях что вы думаете по поводу компании alter x стоит ли вообще держать акции или нет будете ли в покупать и на каких уровнях спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео